Биткоину осталось 9% до нового исторического пика. Это та ситуация, когда мы можем пойти спать, а проснувшись, обнаружить, что главная криптовалюта уже пробила all-time high. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Если вы тут впервые, не забудьте подписаться на канал, здесь выходит видео о криптовалюте каждый день. А также поставьте лайк, это очень много для меня значит и помогает каналу развиваться. В последнее время мы просто разрываем крипто-ютуб и бьем рекорды по лайкам. Мало кто может похвастаться такой же статистикой на русском крипто-ютубе. Итак, это четырехчасовой график биткоина, и это не просто какие-то формации и треугольники. Это, ребята, дверь, за которой находится исторический пик. Вы видите это? Мы подходим к кульминации после долгих лет, когда я делал видеоролик за видеороликом. И теперь осталось всего 9%. 9%! Абсолютное безумие. Вот и вознаграждается наше терпение. С каждым днём портфель всё жирнее. Надеюсь, вы были к этому готовы, потому что всё только начинается. Я хочу показать вам следующий дневной график биткоина, на котором внизу вы видите какие-то странные выстрелы. Во-первых, обратите внимание на среднюю скользящую. Это 50-дневная скользящая, которую биткоин использовал как поддержку во время буллрана 2017 года. Почему это важно? Посмотрите, даже во время буллрана были откаты цены биткоина, которые пробивались ниже этой скользящей, но сразу же возвращались обратно. Впрочем, и сильно высоко цену биткоина эта скользящая не отпускала. Сейчас же цена биткоина поднялась достаточно высоко над этой скользящей. Не хочу делать конкретный вывод, предоставлю это вам. Теперь вернемся к этой диаграмме внизу графика биткоина. Желтые диаграммы это моменты максимального присутствия крупных игроков на рынке. Обратите внимание, что пики этой диаграммы совпадают с основными просадками на графике биткоина. Так было после любых массивных падений цены биткоина. Вот здесь, здесь и здесь и так далее. Крайний такой всплеск наблюдался в начале сентября. Здесь крупные игроки массивно заходили в биткоин, будто бы что-то знали. Тогда биткоин стоил около 9,5 тысяч долларов. Биткоин на 4-х часовом графике. Здесь происходят очень крутые вещи. Биткоин последний месяц или даже два последних месяца постоянно рисует фазы накопления и фазы нахождения в симметричных треугольниках. И каждый раз они отыгрывают невероятно точно, будто бы прямо по учебнику. Вот свежий пример. Симметричный треугольник, пробитие с которого закончилось достижением биткоином ценовой цели этого треугольника. Удивительно, что этот симметричный треугольник совпал с восходящим клином, из которого цена биткоина тоже уже успела выскочить. Целью этого движения является высота этого клина, то есть около 19 тысяч долларов. Но самое интересное то, что цена биткоина, пробив этот клин вверх, не откатилась сразу и резко, а только перешла в новую фазу накопления, используя цель предыдущего симметричного треугольника как поддержку. Это просто сумасшествие. Такого идеального теханализа, прямо как по учебнику, я давненько не видел. Но это, безусловно, очень хороший признак. Теперь же биткоин снова сформировал симметричный треугольник, выход из которого может закончиться пробитием исторического пика. Там всего 9% осталось. Я думаю, это случится либо завтра, либо послезавтра. Серьезно, это драматическое движение может произойти уже на протяжении 48 часов после выхода из этого симметричного треугольника. Также не забывайте о том, что пробитие восходящего клина еще не достигло основной цели этого движения, около 19 тысяч долларов. Эта цель все еще актуальна. Как вы наверняка помните, симметричные треугольники это 60% шанс на продолжение тренда. Давайте рассмотрим этот симметричный треугольник поближе, в котором сейчас находится цена биткоина. Основные движения я обозначил синим треугольником. Их я основывал на теле свечей, а трендовые на тенях свечей. Я люблю использовать именно тени свечей, думаю они действительно указывают на реальное настроение на рынке, реальные поддержки и сопротивление. По мне это лучше, чем открытие и закрытие свечей. Итак, сейчас биткоин приближается к вершине этого треугольника. Но как обычно, пока я делаю это видео, он уже пробил его вверх. Ну блин, биткоин мог бы подождать выхода этого ролика. Ну да ладно. Мы все равно знаем, что в 60% случаев такие треугольники пробиваются вверх. Причем тогда, когда до вершины треугольника пройдено где-то 3 четверти пути. Об этом пишет Булковский на сайте thepatternsite.com. Отличный сайт, кстати, для тех, кто хочет изучать технические фигуры в трейдинге. Я использую его достаточно часто. Целью этого пробития является высота этого треугольника. А это около 19200 или 300 долларов. Помните, что в предыдущем сценарии целью восходящего клина была отметка в 19000 долларов. Она до сих пор актуальна. И очень показательно, что сформировавшийся новый паттерн показывает практически ту же цель. А значит вероятность ее достижения вырастает как минимум в два раза. Причем после достижения цели этих фигур у нас остается, вы просто вдумайтесь, 2,67% до исторического пика. Короче говоря, 2,5%. Это просто безумие. Я не могу понять до сих пор, почему интерес к биткоину остается ниже плинтуса, когда происходит такое. Итак, 2,5% до исторического пика после достижения цели симметричного треугольника, из которого биткоин уже вырос вверх. Все ожидают, что при достижении 20 тысяч произойдет массивный откат. Я думаю, именно поэтому в таком сценарии биткоин пробьет эти 20 тысяч прямо сразу. Но скорее всего недолго пробудет над этой отметкой, и откат таки будет. В общем, я не ожидаю моментального и резкого падения, как только биткоин достигнет 20 тысяч. Но это только мое мнение, и оно может быть абсолютно ошибочным. По какой-то необъяснимой причине у меня есть такое подозрение. Ведь очень уж много людей думает, что произойдет моментальный откат. Смотря на предыдущую ситуацию, цели, которые биткоин достиг, и теперь консолидируются на уровне этих целей, возможно, что-то похожее произойдет и на этот раз. Блин, вы еще раз вдумаетесь. От сегодняшних отметок до исторического пика всего 9%. От целей, которые я для себя обозначил на основе теханализа, и вовсе лишь 2-3%. Это так близко, у меня даже нет слов. Биткоин за день может вырасти на 15-20%, а тут всего 9%. Это может произойти просто в любой момент. Ведь движение на 9% для биткоина это просто ни о чем. Мы ждали 3 года, чтобы увидеть этот момент. И мы его видим. Мы прямо в этой точке. Мы прямо здесь. Я хочу показать вам макротренды на глобальном графике биткоина. Разберем 3 основных пика за последние 4 года. Первый, конечно же, 2017-2018 годы. Возьмем Фибоначчи от исторического пика до первой резкой просадки. Мы видим, что после отката цена биткоина попыталась вернуться обратно, но золотой карман Фибоначчи оказался серьезным сопротивлением. Цена биткоина оттолкнулась от него и ушла в длительный медвежий рынок. Теперь 2019 год. Нарисуем Фибоначчи от пика до первого отката. Мы видим, что цена биткоина после этого отката пыталась вернуться, но золотой карман оказался сопротивлением. После этого цена биткоина пошла вниз и обрушилась до 3 с чем-то тысяч долларов. И, наконец, возьмем крайний пик. Мы видим, что цена биткоина после отката попыталась вырасти и наткнулась на золотой карман Фибоначчи. Но на этот раз она пробила его. Вторая свеча протестировала его заново, и цена улетела вверх. На этот раз золотой карман оказался поддержкой. И это, я считаю, большим сигналом к тому, что это лишь начало реального буллрана. Возьмем глобальную картину, нарисуем Фибоначчи от исторического пика до самого дына всего цикла. Итак, в 2018 году цена биткоина попробовала вернуться к пикам, проболталась в золотом кармане, но так и не смогла преодолеть верхние его границы и ушла в длительный медвежий рынок. В 2019 году цена биткоина снова попыталась преодолеть золотой карман, но оттолкнулась от нижней его границы. Сейчас, в 2020 году цена биткоина пробила золотой карман и даже обозначила его поддержкой. Само по себе это очень позитивный сигнал. Если вторая недельная свеча закроется выше кармана, то это будет просто кричать о том, что биткоин перешел в самый безумный раш за последние 4 года. Правда, если следующая недельная свеча закроется ниже кармана, то это уже будет совершенно другой разговор. На этом все, ребята. Желаю всем хорошего дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Это очень помогает и мне, и каналу. Нас уже почти 80 тысяч, причем в последние дни начинает появляться новая аудитория, чего не было уже очень-очень давно. А это, наверное, кое-что да и значит. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!